давайте с вами посмотрим какие есть варианты вставок ссылок первый вариант мы заходим наш онлайн-документ какой-нибудь онлайн-сервис сайт презентация вот данном случае у нас google тест находим ссылку которую мы с вами будем вставлять например вот эта ссылочка копируем ее и в первом варианте пишем слово ссылка выделяем текст и после этого нажимаем на значок вот этих вот очков либо цепь называется гиперссылка с помощью клавишка trlb вставляем эту ссылочку нажимаем галочку открывать в новом окне нажимаем создать гиперссылку вот это правильный вариант вставки ссылки рассмотрим второй вариант используя клавиши trlb просто выкладываем вот такой сок неактивно это неправильный вариант рассмотрим третий вариант ссылки который встречается иногда то есть используя клавиши trlb добавляем ссылочку выделяем ее и вставляем url создать гиперссылку ну неудачный вариант и рассмотрим с вами еще четвертый вариант ссылки что мы для этого делаем сейчас мы будем с вами использовать html код нажимаем вот эту стрелочку верхнем правом уголочке и у нас открывается дополнительная панелька строчка доходим до самого конца и выбираем html код сейчас мы будем использовать сейчас возвращаемся к нашему онлайн документу онлайн тесту и нажимаем здесь вот этот значок и видим что это html код копируем html код возвращаемся наш мудл и находим то место куда мы вставим эту ссылочку в данном случае это у нас четвертый вариант вот здесь вот выделяем который вставляем и вот он у нас вставился здесь загрузился вот этот наш html код снова нажимаем вот этот значок html и мы видим что наш опрос вставился вот таким вот образом давайте сохраним и посмотрим как это будет выглядеть действительности смотрите первый вариант ссылка активно при наведении нашей мышки на эту ссылку она у нас активируется стрелочка вращается в ручку и когда мы нажимаем на нее у нас открывается дополнительная вкладочка с этим вопросом второй вариант чем неудачен он у нас не кликабель не активны ученику придется его копировать вот так выделять копировать вставлять в адресную строчку браузера третий вариант чем неудачен он неудачен тем что просто выглядит некрасиво не презентабельно но он активен то есть при наведении мышки мы видим что ссылочка кликабель и четвертый вариант ученику не нужно переходить по ссылочке он автоматически отвечает на опрос здесь